Здравствуйте, Лидусенька. Здравствуйте, Сонечко. А вы у меня сегодня первая посетительница. Шватит. Это я Петровича проводила на работу, да решила до тебя в гости зайти. Вот и правильно. Лидуничка, накапай мне что-то заспокивающее. Бо что-то я так расхвилювала себя не с ним. А что случилось? Да, мало мне домашние хлопотачи с телевизора пугают. Оно страшное, сумное и политическое рассказывают. Ты же понимаешь, хочут новый налоговый кодекс принять. Ну и как мы с ним будем жить? Тетя Галь, мы как жили, так и будем жить. Мы же не миллионеры, чего вы переживаете? Да что мы не за миллионерами переживать, я переживаю за свой пенсийный век. Вот я, что вы на него поднимут? Скажи, я что, свою вот эту мизерную пенсию получать не буду? Скажи мне. Я вас прошу, перестаньте волноваться, потому что у вас сейчас поскочит давление и все. Ой, точно, Шопат. Вы же оптимистка, тетя Галь. Ну посмотрите, погода какая хорошая. Хорошая точно. Гречка в магазинах опять появилась. Да. А в субботу Кличко выиграл. Да, Кличко хороший хлопец. Слушай, ну он уже как в пересень, так точно накал, да? Да. И не говоришь, как не ходи. Точно, как метолик. Точно. Тетя Галь, я, кстати, хотела вам сказать, вчера на Интере видела рекламу Бума. Ну знаете, там спортивные соревнования. Угу. Ну в общем, там была одна женщина, ну просто как две капли воды, похоже на вашу эту безумную соседку, Радмилу. Радмилу. Может такое быть? Да нет, я что-то переплутала. Ну что, ну хиба у нас спортсменка яка. Нет. Ну она просто язык, как и этот злитый. Таких не то, что у Аргентины, их у космоса. Доброе утро. Я не буду тебе отвлекать. Спасибо тебе. Хорошо, спасибо. Вы волнуйтесь. А что вы хотите? Спасибо. 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 Сейчас я закончу складывать список того, что нам необходимо для святкувания на веселье. Может ты поедешь со мной по магазинам? Нет. Знаешь, нам треба, чтобы все было у нас особливо вишукано. Мы же запросили Виктора с мамой. Света, ну к чему этот выпендрежок? Давай, чтобы все было по-простому. Шашлык, овощи, зелень, свежий воздух, красота. Доброе утро. Доброго ранга, Семко. Привет, мамочка. Доброе утро, мама. Доброе утро, папа. Здравия желаю у захистных батьковщины. Светонька, вот кто прокатится с тобой по магазинам и поможет все купить. Ой, конечно. Я шопинг не люблю. А что, ты сегодня таки занятый? Что значит занятый? Есть слово «надо». О. Да, да, да. В армии с тобой никто сюсюкаться не будет, сынок. Запомни. О, боже. Вот вышел на свою голову любимым родителям пожелать доброго утра. Так нет же. Ладно, пойду я лучше еще посплю. Угу. Где-то поспи. В армии деды не дадут. Так. Ты б краще подумал, где нам кота взяти. Кота? Так, вот за народными традициями, першими в хату запускали сакральних творений. У кота або пивня. Ну, ну тогда уже лучше пивня. Из него хоть холодное можно сварить. Угу. А кота ты даже не знаешь, как готовить. Хе-хе-хе. Че, нет? Ну да. Ну, конечно, я в тебе даже не сомневаюсь. С твоим-то обаянием. Ну и где запах кофе, который должен будить меня по утрам? Что ты до сих пор не сварил, капитан? А чем ты здесь занимаешься, мне интересно? С кем ты любезничаешь? А почему здесь погода? Ну, закончилось лето, и что? Снежан, давай ближе к делу. Да. Хорошо, как только у меня появится время, я приеду. Все, давай, пока. До связи. Ну и как тебе с ценой ревности сразу устроить или подготовиться? Ты бы себя слышал. Я в тебя верю, дорогая Снежаночка, с твоим-то обаянием. А я не говорил, дорогая Снежаночка. Ладно, не говорил. Причем здесь море и погода? Лето закончилось, Снежана говорит, что рынок недвижимости оживился. Ее это радует. М-м-м, маленькие женские радости. Снежаночка довольна, и Андрюшенко счастлив. Звезда моя, с какой ноги ты с вами встала? А почему-то ты сказал, что ты приедешь в Одессу. Мы что, не можем поехать туда вместе? Просто мне нужно съездить, оформить на нее доверенность, чтобы она могла получить справку в БТИ. Тебе показать, как ты с море вообще мечешь. Чего ты на меня наезжаешь с утра, застрелив меня портишь. Смари кофе, и я все прощу. С удовольствием. Что, мам, я могу пойти позавтракать? А кто тебе заважал сделать это раньше? Папаня наш. У него же все темы сводятся к одному и тому же. Ему вот самому не надоело еще. Я не знаю, но если бы ты раньше не поспешил кинути институт, такой бы сумной ситуации не было. Мам, и ты туда же, да? Может мне вообще из комнаты своей не выходить? А ты думаешь, мне приятно тебя отмазывать? Мам, чтобы избежать призыва, существует два способа. Это отмазаться, то есть взятка, и укрывательство. Что? Что, не знаешь? Смотри, если я буду скрываться там в деревне где-нибудь, или за границей вообще, или на теплых островах каких-то до 25 лет, то меня никто не призовет. Кстати, я могу скрываться у нас в загородном доме. Разумею. Только тебе тут доведется скрываться не только от добродяги из військомата, но и от родного батька. У нас папа разве Павлик Морозов? Привет. Опять кто ответчик? Я целое утро не могу ей дозвониться. Наверное, Даша на занятиях я отключила телефон. Перезвонишь ей позже. Привет. А у меня для тебя две новости. С какой начинать? Давай для разнообразия с хорошей. А если обе хорошие, что делать? Тогда мне все равно. Ну, хорошо. Во-первых, вот. Это моя доля выигрыша с турнира. Пять тысяч. Турнир закончился, и я играл от родителя. Это и есть вторая хорошая новость? Ну, не совсем. А вторая новость, что сбылась твоя мечта. Я твердо решил завязать с картами. Настолько плохо сыграл. Жень. Просто во время турнира я понял, что, тратя время на карты, я лишаю себя счастья, общения с самыми близкими мне людьми. И вот результат. Игра не клеится. А Роман после турнира даже на меня наорал. В общем, я принял решение. К картам я больше никогда не вернусь. Сколько же лет понадобилось для этого твоего решения? Я уже и не надеялась когда-либо от тебя это услышать. Зато это мой личный выбор. Осознанный и окончательный. Жень, а как ты думаешь, если Даша ты расскажешь о моем решении бросить карты, то как-то изменить ее отношение к игре и ко мне в лучшую сторону? Если ширму поставить к окну, она сумеет создать мистический полумрак в квартире. Нет. А давай мы ею пианино закроем. Ну, люди же будут к тебе приходить. Ну. И будет невольно возникать вопрос, что прорицательница Радмила по совместительству учитель музыки. Ой, дочь, я права. Квартирный вопрос, будь он не ладен, а? Слушай, а вдруг это Альберт? О, у мужика нюх, а? Ой, господи. Что такое? Это ж Дима с Катей. Я забыла предупредить. Сегодня день программиста, и они хотят его с вами отпраздновать. То есть выставляются? Да. А, поедим на шару! Я! Значит так, корпус яхты будет закончен на этой неделе. Хорошо. По поводу движка. В общем, я общался с ребятами на фирменной станции техобслуживания. Ну, правильно. И что там? Да не в край обнаглели. Пользуются тем, что кроме них в Киеве нет нормальных специалистов, такие цены ломят. Ха! А поторговаться? Или корона упадет? Ну, если ты такой умный. Ну, пойди, поторгуйся. Какие у тебя будут предложения? У меня есть приятель, квалифицированный моторист. Мы за пару суток, в принципе, с движком справимся. И стоит, это будет дешевле. Как думаете? Ну, я только за. Я тебе доверяю. Ха! А с хапугами? Ха! Да ну их нафиг с ними связываться. Так что, могу звонить? Можем приступать. Давай. Да, деньги у тебя еще остались? Да. Хорошо, если надо будет, скажешь. Спасибо. До свидания. Давай. О-о-о-о-о. Оп. Есть на сторонечку. О! Давай. Ты знаешь, я шел в этот Собес. Угу. Думал, там такие бюрократы. А шо, наверное, такие? Они мне все объяснили, что для этого надо, в какие сроки. Шо, ты? Да. Скоро будем с пенсией? Скоро я буду с пенсией, да. Ты знаешь, Петрович, все ты их своим обаянием поколил. Не иначе. Ммм. Угу. А шо так смотришь на меня? Та я дивлюсь на диво. Ай, Петрович, я дивуюся. Ты еще взимку, був зовсім меньше людина. Ммм, это благодаря тебе. Благодаря тебе я достал на ноги. А теперь, думаю, как внучку своему помочь. Ммм. И Валентине. Поможемо. Обязательно поможемо. Ты знаешь, Петрович, все в цьому житти не просто так. Вот, например, тебе я зустрела. Ммм. Не просто так. Тебе зустрела, а потом и Валечка твоя знайшлась. И значит, и Славика твоего мы теж знайдемо. Правильно я кажу? Так точно. Привет. Сто лет не видел, чтобы ты улыбалась. Боюсь предположить, ты рада меня видеть? Просто настроение у меня хорошее. Прекрасно. Просто так или повод есть? Есть повод. Присядем. В общем, сегодня Игорь пообещал навсегда распрощаться с картами. Ну, что ты так смотришь? Да вот смотрю и удивляюсь. Как можно быть такой наивной? Тебе напомни, сколько раз он обещал бросить покер? Вот в этот раз уже точно. Свежо предание. Ну, а на какие средства вы будете существовать? Боря. Напрасно ты пытаешься испортить мне настроение. Я просто хочу, чтобы этот резвый смотрел на вещи. У тебя день рождения в пятницу. Как ты думаешь, он вообще вспомнил? Готов поспорить, что забыл. Знаешь, я практически уверена, что ты уже приготовил какой-то такой сюрприз, чтобы утереть ему нос и показать, мол, какой ты крутой. Ну, поверь, это не главное. А что, просвети? Бесполезно даже пытаться. Знаешь, Боря, я пригласила тебя на эту встречу, чтобы поговорить с тобой о разводе. Ты готов, Боря, сделать мне такой подарок на день рождения? Не, праздничком себе понадумывали. День программиста. А давайте, давайте, я на, значит, правах Тамаде скажу тост. Я хочу сказать тост о семье программистов. Ого. В честь вас. Но не про вас. Значит, пригласили эту семью в гости, они пришли красиво, они пришли красивые, с праздничным настроением, с подарком. Но муж напился и начал приставать ко всем женщинам. А в Альберте я тост не просила. А при чем тут Альберт? Так вот, как только жена увидела происходящее, она взяла бутылку шампанского и как шарахнет по голове. Он, естественно, упал. Что ты натворила, что ты сделала, безумная? Да, кричат ей. А она так тихо, спокойно стоит. Ничего, перезагрузится, все будет нормально. Это, наверное, очень тонкий юмор. Я лично ничего не поняла. И я хотела бы спросить тебя, Давид, о чем был тост? А тост был о том, чтобы человек имел качество периодически перезагружаться. И когда оно надо, чтобы начинать все с чистого листка. Да. Слушай, ну молодец, а? А как хитренько вывернулся, а? Я так хорошо сказал. Слушай, Давид, с твоим талантом я предлагаю тебе идти ко мне в ассистенты. Представляете, великая прорисательница Радмила и ее ассистент великий князь Давид. Между прочим, звучит гордо. Звучит? Согласен. Вы решил выплаты? Ну да, чего. Я выполнил свой сыновий долг, так что маме помог с покупками. Она решила на Василия гулять, на даче. Так что ты тоже приходи, вот, поддержишь меня морально. А, вопрочная вещь у тебя, на Василия моральная підтримка. Там что, страшное будет? Нет, страшного ничего не будет. Просто папа у нас там выпьет. Обязательно. И начнет мне компенсировать мозги и опять эта армия. Я уже не могу это слушать. Вот теперь ты, может быть, ты жалкуешься, что кинув институт. Честно, да. Честно, да. Да. Ты даже не представляешь, как. И не зря я носил эту футболку с надписью, я дебил. Это уж точно. Я теперь понял. Ну, ничего страшного. Повестка получена. Так что... Иду на медкомиссию. Так, стоп. Вы прийти и написать заявление, что я не хочу в армию. Да? Нет. Не совсем так. Ты, понимаешь, повинна быть какая-то поважная причина. Например, у тебя дети, або батьки хвори. Может, какие-то там религиальные переконания. Нет. Да нет, это не катит, ладно. Ну, я что, похож на религиозного фанатика? Тобто, и дождависька. Ну, может, конечно, еще получится. Отмазать все. Дореча, а как там ваш дебют на Василии? Да, кстати, Мария, а что ты не рассказываешь? А что рассказывать? Смерть в окопе. У нас ничего не получилось. Как всегда. Мы в конкурсе перепутали, слова не там говорили. И еще... Некоторые тоже что-то сказали такое, что на голову не налазят. Да, некоторые, некоторые. Ничего некоторые не сказали. Все сказано было так, как надо. У нас просто так принято. Это по традиции. Встал и сказал тост за усопших. Где, на свадьбе? Да, на свадьбе. Это не смешно вообще-то. У нас в Грузии это традиция. Поймите, это как надо. Это тост должны обязательно сказать. Это не Грузия, а Украина. Я представляю бедных молодят, а? В день их свадьбы. А моя Машка с баяном наяривает траурный марш Шопена. Ребята, ребята, обморок, скажем. Ребята, слава Богу, что не убили. Ребята, вот ей Богу, слава Богу, что не убили. За это предлагаю выпить. Давайте. С дебютом вашим. Спасибо. Ребята, слава Богу, что не убили. Алло, это Снежана. Добрый вечер. Я вам звоню по поводу квартиры на Пушкинской. Да, меня заинтересовало ваше предложение. Я хотела бы посмотреть квартиру. Нет, сейчас я не в Одессе, но я буду там в ближайшее время. Я не могу сейчас говорить, позже перезвоню. А кому-то ты позже перезвонишь. Владу подозвоню. Позвонил, сказал, что на завтра срочная работа, что я должна быть. Странно. А почему ты не можешь сейчас с Владом поговорить? Потому что сейчас у меня есть дела поважнее. Да, это важно. Женька, так классно выглядишь. Слушай, не скажешь, что столько в больнице провалялось, ну? Ну, знаешь, хорошие новости способствуют хорошему самочувствию и настроению. Ну, Денис? Ну что? Игорь бросает карты. А ты что? Сегодня ушел из команды, так что у нас начинается, можно сказать, новая жизнь. Поздравляю. Я тебе говорила, он тебя любит. Правда, Боря, конечно, попытался мне ложку тёпти добавить, но это пустяки. Ну, что он сказал? Ну, а что он мог сказать? Что он, как всегда, пообещал и ничего не сделает. Правда, больше всего он настаивал на том, что Игорь не вспомнит о моём дне рождения. А он вспомнит? Очень сомневаюсь. Мы много лет провели по отдельности, и Игорь был весь в своём покере, и поэтому боюсь, что Боря прав. Ну, так напомни ему сама о своём дне рождения. Да и хочешь его проверить. Скорее хочу убедиться в том, что всё-таки Боря не прав. Понимаешь? Поэтому ничего я никому не скажу. Ой, Петрович, ну, молодец, что ты сегодня раньше пришёл. Сидай, ез ты. Галочки, я же недавно обедал, почти не проголодался. Что значит не проголодался? Сидай. Мужчина должен добрый ез ты. Так вкусно пахнет. Ага. Твоя любимая. Ты знаешь, Нина Кузьминична на участки переходила. Ну и что? Ну-ну. Ну, сказала, что пока на головном предприятии старший мастер остаётся. Ну. Ну, это даже куча. Ай, я не знаю. Сейчас столько проблем накопилось. Ай, ну и хорошо, что ты не расстроився. Ну, а чего расстроиваться? Ну, ты правильно. Потому что люди же кажут, что где одни двери закрываются, там другие открываются. Правильно? Валентина не звонила, Кузьмин? Если бы она подзвонила, я бы сразу побегла и тебе сказала. Никто не звонил, Петрович. Да, знать бы, что с ней. Неизвестность, это страшная штука. Ладно, не будем думать. Плохо, думай о хорошем. Правильно. Про погане думать, это всё равно, что его кликать. Правильно? Ну, да. А, вот эти мебли мы замовили на вечер. До конца тыжня обещают привезти. Плетёная мебель на дачу, это довольно примитивно. Все почему-то думают, что если дача, обязательно должна быть плетёная мебель. Полное отсутствие фантазии. Поскольку я делаю все, его что-то долго не маю. Да, как ваш сын? Что с его армией? Я помню, ему повестку принесли. Он пойдёт служить. И, если честно, мы очень этому рады. Ты рады. Кажи за себя. Потому что армия даст ему те качества, мужские качества, которых ему пока не хватает. А я думаю, что армия-то ужасна. Хорошо, что у Виктора родится девочка. И мы никогда не столкнёмся с этой проблемой. Мы дадим ей прекрасное образование. Я хочу, чтобы она была дизайнером. Простите, вы говорите, у Виктора родится девочка? Очень интересно. Я почему-то до сих пор считал, что это у Леры родится девочка. Или мы просто говорим о двух разных девочках. Понимаете ли, и наша, например, девочка станет тем, кем она захочет. Дизайнером или, может, космонавтом. Так, давайте пить чай. Ось, мы с Алексеем купили очень вкусный торт. Прошу вас, пригощайтеся. Я пойду, вымою руки. Прошу вас, пригощайте.